Какой вид спорта ассоциируется с Ненецким округом? Конечно же, лыжные. В Заполярье дети начинают вставать на лыжи в самом раннем возрасте. С удовольствием занимаются этим зимним видом спорта уже в детском саду. А тренироваться всегда лучше на новом инвентаре. Тему продолжит моя коллега Елизавета Кабанова. Помните, на зимней Олимпиаде в Пекине комментатор спринтерских гонок, где в личном зачете наш земляк Александр Терентьев завоевал свою первую олимпийскую бронзу, воскликнул, что сам Бог велел стать спортсменом из Ненецкого автономного округа на лыжи. Ведь здесь у нас много снега и зима длится чуть ли не 8 месяцев в году. Действительно, в регионе есть все условия для занятия детей лыжным спортом, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях. В одном из них в детском саду Аннушка на тренировке побывал глава региона и подарил юным спортсменам новые лыжи. В Аннушке лыжами занимаются все, без исключения. Я очень надеюсь, что вы выставите хорошую команду на северное сияние. Мы постараемся. Уже есть победитель, вот там Алексей Сумароков ходит, он федестала, он на лыжне России стал победителем. Беговой-беговой мальчик, у нас вся семья у них занимается спортом. Милая сестра сюда ходила, к нам тоже она занимается спортом. Девочка сейчас уже в школе, поэтому это еще заинтересована семья. Детский сад Аннушка известен на Ринмаре своей сильной лыжной командой дошколят. Тренирует ребят человек, увлеченный своим делом, Дмитрий Сухопаров. Впереди северное сияние. К этим соревнованиям и готовятся сейчас юные спортсмены. Привет. Ну, ребята, солнце какое яркое. Самое то для тренировки. В начале тренировки – обязательная разминка для мышц. Раз, два, раз и два. Руки на плечах, поочередно. Одна, плечо, вторая, плечо. Вставать на лыжи ребята начинают в старшей группе, но пробовать кататься могут начать и в средней. Сначала дошколята катаются без палок, так как еще не умеют хорошо управляться за своим телом. Если у кого-то уже получается, то есть он твердо, хорошо стоит на лыжах, тогда Дмитрий Николаевич уже индивидуально смотрит и уже дает палки. Палки – это определенный бонус, ну, во всяком случае, в пять лет. А уже в подготовительной группе они уже будут у нас ходить с палками. На новых лыжах маленькие наринмарцы будут осваивать не только азы этого зимнего вида спорта, но и становиться победителями и призерами региональных соревнований. На протяжении многих лет мы входим в тройку призеров. Это и первые места, и вторые места, и третьи места. Ребята участвуют и в лыжне России, но это индивидуально, да, каждый, тут уже в зависимости от того, как примет решение родитель. А так, команда у нас участвует и в массовых лыжных соревнованиях, и, естественно, самое, наверное, почетное – это северное сияние. И каждый год у нас всегда есть призеры. Когда есть такой замечательный подарок от губернатора, от Юрия Васильевича, такие классные, хорошие лыжи, их так много, поэтому, конечно, это здорово. Пожелаем начинающим спортсменам успехов в лыжном спорте и первых побед. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова